Народный интерес Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников. Сегодня у нас в студии Олег Николаевич Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы, профессор, а теперь ещё и заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации. Это звание присвоено буквально на днях. Олег Николаевич, добрый день! Добрый день! Я вас поздравляю! Спасибо! И что даёт это звание, кроме чувства такого, что заслуженный? Ну, вы знаете, во-первых, служил долго. Долго! Да, в высшей школе с 1976 года. Во-вторых, у меня есть близкий друг, профессор Омского педагогического университета, который носит это звание. Он говорит, что это 900 рублей к заработной плате за счёт бюджета университета. Соответственно, поскольку я в этом университете работаю на десятую долю ставки, плюс 90 рублей, вероятно. Понятно. Так, ну, будем считать, что не до ордена была бы Родина. Ну, это понятно. Олег Николаевич, ну, а теперь о серьёзном. Закончился год, учебный год, не думский, думский ещё продолжается. Закончился учебный год в школах, заканчивается в вузах. Какие итоги можно подвести, связав их с работой Государственной Думы и с Вашим комитетом? Итогов несколько. Начну с того, что ровно сегодня в Государственной Думе рассматривается во втором чтении проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием закона об образовании. Большой закон об образовании в Российской Федерации вступает в силу с 1 сентября. Я, повторю сразу, своё отношение к этому закону. На каждый шаг вперёд в нём приходится минимум три шага назад, а сегодня мы принимаем некоторый сопровождающий закон к этому закону. Если спросите, потом расскажу, что там есть довольно интересного. Далее, конечно, это единый государственный экзамен, который, пожалуй, всё-таки по числу скандалов стал рекордсменом за 7 лет эксперимента с 2002 года и за 5 лет применения ЕГЭ в штатном режиме. Далее, это, конечно, предстоящая уже с августа акция под названием «Мониторинг вузов», по поводу которой в конце мая мы пытались организовать процедуру парламентского расследования. Ну а самый главный итог, как всегда, законодательство своим чередом, самый главный итог, что ещё под 800 тысяч наших ребят получили или получат в ближайшее время аттестаты и войдут в большую жизнь. Ну вот мы сейчас всё-таки некоторые вещи прокомментируем. Ну давайте начнём с ЕГЭ. Почему? Потому что это свежие впечатления. ЕГЭ. Вот одно из средств массовой информации провело опрос на тему, как бороться со списыванием на едином государственном экзамене. В этом опросе приняло участие 4942 человека. И выяснилось, на 4% предлагает оборудовать все классы видеокамерами, как избирательные участки. 2% проводить жёсткий досмотр учеников, ну типа как милиция, полиция, простите. 10% провести прокурорскую проверку в Минобразовании, откуда уходят оригиналы с выполненных работ. Вот 11% никак не надо, обманщиков отсеет первая же сессия. И 73% заявляет, нужно отменить ЕГЭ и вернуть старую систему экзаменов. Как бы вы откомментировали эти результаты? Татьяна, я начну со встречных вопросов. А знаете ли вы, что Андрей Балконский вступил в Красную Армию? Поздравляю. Наташу Ростову или кого? Не знаю. А знаете ли вы, например, что иммунитет существует для того, чтобы организм мог бороться с бактериями, грибами или шайниками? Так, всё, я уже понимаю. Да, а знаете ли вы, что при Хрущёве страну завалили кукурузой, но есть было нечего? И такого рода высказываний можно найти. Вот у меня целое большое. Кванты света превращаются в глюкозу. Это гениальное открытие в области физики. Гены располагаются аллеями. Я бы мог продолжить, но достаточно этого. Понимаете, в принципе, конечно, всякого рода курьёнов и глупостей на экзаменах было много всегда. Но ЕГЭ в этом смысле какие-то ставит рекорды. И это не случайно. Дело в том, что он на место творческого развития, развития мышления, ставит выработку способности угадывать. Вот эта вот система угадайки с выбором ответов, которая реально превращает нормальных русских в задорновских американцев. Это одна из самых главных проблем и пороков единого государственного экзамена. Об этом, впрочем, мы, наверное, поговорим чуть-чуть позже. Сейчас я отвечу на ваш вопрос, что ЕГЭ непопулярен, известно всем, кроме российского правительства. Когда один из депутатов в прошлой государственной доме спросил Игоря Шубалова, который у нас считается негласным премьером, значит, как он относится к работе министра образования и науки Андрея Фурсенко и почему его держат, тот сказал, ну что вы. Андрей Фурсенко, выдающийся управленец, он ввел единый государственный экзамен. Вот мы последствия этого дела чувствуем. Мы много раз предлагали Российской государственной думе законопроекты в разных вариантах, либо об отмене ЕГЭ, либо более мягкий вариант – перевод ЕГЭ в добровольный режим, что поддерживается по социологическим вопросам абсолютным большинством населения, либо отмену ЕГЭ хотя бы в отношении гуманитарных дисциплин, где его последствия наиболее разрушительны. То, что вы продемонстрировали сейчас. Совершенно верно. Либо какие-то другие версии. Но если говорить серьёзно, я хотел бы заметить, что из всех задач, которые когда-то были поставлены перед ЕГЭ, удалось реализовать только одну, и та оказалась палкой о двух, если не о трёх концах. Напомним, какие это были задачи. Задача первая – снизить нагрузку детей. Да, дети сдают теперь одну серию экзаменов, это правда, но стресс на ЕГЭ, как говорят психологи, такой высокий, что неизвестно, что лучше. Одну серию в форме ЕГЭ или пару серий в обычной форме обычного экзамена. Вторая задача, которая была поставлена – это увеличить объективность результатов. Но как говорить можно об объективности, когда задания ЕГЭ иногда вместе с ответами выбрасывались в интернет за день-два, иногда больше, до начала самого экзамена. Далее ставилась задача, соответственно, устранить из ЕГЭ, из экзамена так называемый человеческий фактор. Понятно, что учителей, принимающих ЕГЭ, вроде бы устранили, но человеческий фактор в виде тех, кто составляет вопросы ЕГЭ, он, конечно, сохранился. Недавно меня одна радиостанция спрашивала, видимо, провокационный вопрос готовила, а вы знаете, как звали лошадь Вронского? Я говорю, знаю, её звали Фруфру, но зачем об этом спрашивать несчастных детей? Это самое главное содержание. А потом, через некоторое время, я спросил пару молодых людей, ребята, меня сегодня спрашивали, как звали лошадь Вронского, а вы знаете, они говорят, а кто такой Вронский? Понятно. Шутки шутками. Понятно. И теперь об единственном результате, который действительно был достигнут, увеличение количества ребят из провинции, поступающих в московские и питерские вузы. Действительно, количество таких ребят увеличилось. Но оказалось, повторяю, это палка о двух, если не о трёх концах. А именно, первое. Москвичи, включая депутатов Московской городской думы, высказывают тревогу по поводу того, что московские ребята поставлены в неравленное положение, в положение более жёсткой конкуренции по сравнению со всеми другими выпускниками. Их вузы, в частности, занимаются, соответственно, ребятами из провинции. Но это бы всё ничего. Конкуренция на то и Москва. Мои коллеги, товарищи, учёные и педагоги из Сибири, Томск, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, с тревогой говорят о том, что уезжают очень много талантливых ребят, которые, соответственно, не возвращаются уже никогда в Сибирь. То есть, обезлюдивание территории. Не просто обескромливание интеллектуального потенциала. Недавно в Иркутске, это я слышал от члена Совета Федерации, на заседании профильного комитета Совета Федерации провели социологический опрос. Двух с половиной тысяч детей и родителей. 68% ребят заявили, что они хотят хорошо сдать экзамен, чтобы навсегда уехать из Иркутска. 85% родителей их в этом поддерживают. Но ведь это ещё не всё, Татьяна. Дальше хуже. А дальше происходит следующее. Недавно опубликован опрос с Левада Центра, который навёл на меня глубочайшую грусть. Я очень хорошо понимаю проблемы своей страны, но грусть и в каком-то смысле ужас даже этот опрос на меня навёл. За последние три года на 9% увеличилось количество граждан страны, которые хотели бы её покинуть. С 13% до 22%. Но это ещё не всё. Среди студентов таких 45%. Опрос Левада Центра. При этом понятно, что далеко не все уедут, слава Богу. Но понятно, что за последние три года уехали порядка миллиона 250 тысяч молодых продвинутых людей. В том числе тех, кто приехал в Москву и Питер из той же самой Сибири и других регионов Российской Федерации. Мы работаем на повышение человеческого потенциала там у них, а не здесь у нас. Но и те, кто остался. Хорошо ли, когда человек живёт в одной стране, а мечтает совсем о другой. Это не лучше, чем когда, скажем, мужчина живёт в одной семье, а душа его принадлежит другой женщине. Я вас уверяю, может быть, в каком-то смысле хуже. Поэтому вторая, вот вам второй конец той же палки, а есть и третий конец. Но не секрет же, что в этом году, например, телевизионные каналы показывали историю с так называемым ЕГО-туризмом в Дагестан, куда уезжали ребята специально для того, чтобы сдавать экзамен. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что на самом деле в республиках Кавказа по-разному сдали экзамен. И как справедливо заметил однажды Александр Хлопонин, представитель президента в Северокавказском федеральном округе, есть республики, где ЕГО сдают честно, а есть республики, где учатся одни гении. Вот какое-то количество этих гениев тоже попадает потом в московские и питерские вузы, становятся специалистами, а за их квалификацию расплачиваемся мы все. Всегда задаю вопрос, что делать? Что делать с ЕГЭ, например? Потому что все понимают, что дальше невозможно. Даже недавно на заседании Госдумы выступал председатель комитета по образованию, так, по-моему, да, Никонов? Да, совершенно верно. Вячеслав Алексеевич, мой прямой начальник. Да, 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 Вячеслав Алексеевич Никонов, который раскритиковал ЕГЭ, ну, правда, в конце сказал, что нет, всё хорошо. Но Единая Россия, та самая, которая продвигала и поддерживала эту идею, сейчас тоже критикует. Я начну с того, что, во-первых, слушая Вячеслава Алексеевича, я думал о том, что местами он говорит с цитатами из Смолина. И я не ревную, наоборот, я очень доволен. Похоже, до партии власти начинает кое-что доходить, скорее бы. Когда Государственная Дума отклоняла очередной мой законопроект о добровольности единого государственного экзамена, я предупреждал депутатов, что рано или поздно, не этот-то другой, они всё равно примут. И объяснил почему. Дело в том, что ЕГЭ – это использование в искажённом виде иностранного, в том числе англо-американского опыта, соответственно, экзаменационных испытаний. Но, говорил депутатам Думы, уже Барак Обама выделил специальные деньги, и по нашим меркам весьма немаленькие, на наши деньги это порядка 120 миллиардов рублей, то есть четвёртая часть нашего всего федерального бюджета образования на то, чтобы свёртывать в Соединённых Штатах систему, аналогичную нашему ЕГЭ – национального тестирования. Почему? Видимо, у Обамы толковые советники, они объяснили ему, что тестоподобные задания с выбором ответов превращают нормальных американцев в задорновских. Вообще, конечно, нельзя думать, что задорновские американцы – это и есть на самом деле американцы. Вот, я говорил о том, что не понимаю, зачем мы нормальных русских превращаем в задорновских американцев. И если следовать той же логике, то рано или поздно и мы должны от нашего ЕГЭ в его современной форме отказаться. Что говорил Вячеслав Никонов? Он говорил примерно то же самое, что мы предлагали много раз на комиссии по ЕГЭ и одарённым при президенте Российской Федерации, а потом на, соответственно, в Совете по интеллектуальному развитию молодёжи при правительстве Российской Федерации, я член того и другого. Соответственно, он предлагал отказаться от ЕГЭ по литературе и вернуть в школу сочинения. Мы, правда, шли ещё дальше в нашем законе о народном образовании и предлагали ребёнку на выбор. Хочешь сочинение? Хочешь литература устно? Я бы, например, выбрал литературу устно, как многие российские интеллигенты, мне кажется, что я говорю лучше, чем пишу. Но кто-то лучше пишет. Экзамен должен быть не местом, где ребёнка загоняют в угол, а местом, где ему даёт возможность показать лучшее из того, на что он способен. Ты лучше пишешь – выбирай сочинение. Ты лучше говоришь, любишь читать стихи – пожалуйста, выбирай устный экзамен и веди себя там как Пушкин, и пусть новый державен, участник этого экзамена проснётся, захочет тебя обнять, поцеловать. Может, тогда мы новых Пушкиных вырастим, или если не Пушкиных, то, по крайней мере, других наших выдающихся поэтов, которых было немало и в советское, есть и в послесоветское время. Вот. Соответственно, Вячеслав Никонов предложил, опять же, то, что мы не раз предлагали, как минимум ввести элементы устного экзамена во все гуманитарные предметы. Вы же понимаете, что одно дело, когда человек списывает с интернета или иногда через наушники под диктовку учителя. Кстати, я знаю одну девочку в Сибирском регионе, которая писала экзамен под диктовку репетитора, но получила только 70 баллов. Такое тоже бывает, имейте в виду. Интересно, сколько бы она получила без репетитора. Да. Так вот, значит, если ребёнок, выпускник будет отвечать историю общества знания, по крайней мере, часть экзамена, а лучше весь экзамен устно, с участием, я бы предложил своего преподавателя, других преподавателей, скажем, из вузов, откуда-то ещё, там, 3-5 человек, нормальная ситуация. Ну, это раньше же было. Конечно, конечно, и при этом пусть будет камера, чтобы все знали, что за качество оценки придётся отвечать, да, то, как говорил Пётр Первый, дурь каждого и ум тоже будут видны. Уже не спишешь, куда тут денешься. Вот заодно самое-то главное, даже не это, самое главное другое, ЕГЭ не вырабатывает те качества, которые нужны вообще говоря каждому человеку, а каждому гуманитарию тем более, он не развивает грамотность, он не развивает умение говорить, он не развивает умение отстаивать свою точку зрения, умение общаться. Лучше бы, чем выучивать по литературе, какие художественные приёмы кто и где применял, я бы, например, в экзамен по литературе ввёл в обязательном порядке чтение любимого стихотворения из школьных поэтов, я не помню, сколько в школьной программе поэтов, ну, допустим, 25. Если бы дети выучили 25 стихов, пусть выберут любимое стихотворение из каждого поэта. Достал билет, да, или какая-то там другая форма, покрутили барабан, достался тебе, предположим, Лермонтов, и ты начинаешь читать и скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Разве это плохо? Или достался тебе, предположим, Гумилёв, и ты начинаешь читать солнце свирепое, солнце летящее, Бога в пространствах идущего, лицо сумасшедшее, солнце во имя грядущего, сожги настоящее, но помилуй прошедшее. Вот он, настоящий гимн классики. А я прихожу на телевизионную программу в одном из сибирских городов, девчонок привели, извиняюсь за такое сокращённое выражение девушек, выпускниц, школы явно прекрасно учащихся. Я спрашиваю, девчата, а вы помните, кому принадлежит знаменитая фраза «служить, брат, прислуживаться тошно», которая сейчас должна стать гимном порядочного человека, работающего на страну, а не на правительство? Не помню, девчонки. Девчата, а вы помните, кому принадлежат строки «моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черёд?» Не помню, девчонки. Там вдруг одна обиделась. Тут говорят, дети плохие. Я говорю, ничего подобного, я этого никогда не говорил. Дети наши, дети бывают только хорошие и очень хорошие. Если дети чего-то не знают, значит, виноваты не дети, наша программа, которая сейчас подменила подлинные ценности, мниуми, ценности Омега. Так, ну вот сейчас наступает пора, когда дети наши будут поступать в ВУЗы. Сейчас давайте о ВУЗах всё-таки, мониторинг ВУЗов, о чём мы немножко сказали, ведь вы выступили с инициативой, уже мы говорили об этом, провести парламентское расследование. Все фракции поддержали, что да, надо, а когда стали голосовать, выяснилось, что опять же наша главная партия правящая против и расследования не будет. В Государственной Думе плюрализм в одной голове случается довольно часто. Действительно, недовольство мониторингом высказали все без исключения фракции Государственной Думы, включая фракцию «Единая Россия». Ну, например, комментируя мониторинг прошлого года, депутат Хинштейн, известный человек, сказал, что самый лучший университет по этому мониторингу оказался бы университетом, где был бы один студент и тот эскимос. Почему? Что имел в виду Хинштейн? Это, конечно, преувеличение, но не лишённое некоторых оснований. Дело в том, что одним из критериев оценки вузов являлось количество иностранных студентов. А я говорил Дмитрию Ливанову в Государственной Думе. Вот вам пример. Литературный институт имени Горького. Он готовит писателей для России. Среди его выпускников больше лауреатов, госпремии, чем в Госдуме, Совете Федерации и правительстве вместе взятых. Но он готовит русских писателей, или, по крайней мере, российских, для России. Вы что, прикажете ему брать обязательно африканских студентов и готовить русских писателей для Африки? Есть и другие примеры. Наказанный за самостоятельность ректора Торгово-экономический университет. Бабурин. Бабуринский. Просто-напросто, да, бывший Бабуринский уже теперь, просто-напросто не имеет общежития, но с него требуют иностранных студентов. Понятно, что он не может выдержать критерии, которые были предложены. Его наказали. Хотя общежития у него нет исторических. Это был заочный институт. Далее. Почему один эскимос? Да потому что, значит, введены критерии определенного количества метров на одного студента. Я не знаю, узнают ли наши слушатели, слушатели народного радио, что в детском саду на одного ребёнка положено в младших группах два, в старших группах два с половиной квадратных метра. Где там бедных детей помещать, я не знаю. Но зато в университете, в том числе, где есть заочники, где есть электронное обучение в дистанционном режиме и так далее, полагается 11, а по мониторингу даже 13 квадратных метров. Во всей Европе 5-6. У нас 11-13. Значит, чем больше квадратных метров на одного студента, тем лучше. Чем больше студентов ты уволил, тем ты более эффективный вуз. В идеале действительно один эскимос. Но есть и другие вещи, связанные с этим самым мониторингом. Например, научные успехи вуза измерялись не в открытиях, не в изобретениях, не в патентах, не даже в монографиях, не там в премиях каких-нибудь Нобелевских или премии Филпса в области математики. Они измерялись в том, сколько денег вы потратили на науку. Можно ничего не открыть, распилить все деньги, извиняюсь за непарламентское выражение. Но если ты их потратил на науку, то эффективный вуз. Слушайте, ну это вообще что? Самое главное, почему мы инициировали процедуру парламентского расследования. Первоначально неэффективными были объявлены 136 вузов, напомню, среди них 30 педагогических, 24 сельскохозяйственных, 17 вузов культуры. Почему? Да потому что основной критерий оценки эффективности вузов – это средний балл ЕГЭ, поступающих в вузы. Понятно, что педагогам, агрономам, вообще работникам сельского хозяйства и работникам культуры государства платят очень мало. Понятно, что современные дети после окончания вуза хотят получать приличную заработную плату. Понятно поэтому, что в педагогические вузы культуры и сельскохозяйственные не идут те, у кого высокие баллы ЕГЭ. Те, у кого высокие баллы ЕГЭ, идут либо в экономисты, либо в юристы, либо сейчас особенно популярно в будущее государственные чиновники. Все хотят управлять. Количество желающих работать гораздо меньше, чем количество желающих управлять. Вот, теперь 30 вузов приговорены к ликвидации, согласно итогам этого самого мониторинга. И на следующий год серьезных изменений в мониторинг вносить не предполагается. Мы считаем это абсолютно неправильно. У Государственной Думы был единственный шанс всерьез заставить правительство и Министерство образования и науки считаться с мнением, повторяю, всех четырех фракций Государственной Думы. Организовать парламентское расследование. Все другие способы эффекта не дали. Но фракция «Единая Россия» единственная не голосовала за парламентское расследование. Поэтому, когда они потом опять станут говорить, что они недовольны результатами мониторинга, это плюрализм в одной голове. Мы вам предлагали единственный способ, который позволяет исправить ситуацию. Вы им не воспользовались. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Это передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников. И у нас в студии работает Олег Николаевич Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы. Вы можете задавать свои вопросы, высказываться по темам образования, социальная политика. Так, Олег Николаевич? Да, конечно. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Мы вас ждём. 629-08-73. Код Москвы 495. Я готов отвечать на любые вопросы, по которым я компетентен. Отлично. Вот уже первый вопрос. Не забывайте представиться, сказать, откуда вы, как вас зовут. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Елена Москва. Вот раньше в царской России главный предмет был – это дисциплина, послушание, смирение, благородство в мыслях. И потом комиссия выставляла оценку. А теперь получается целый бардак, русофобия налицо. Вот эта подмена понятий народа, власти, и бесперспективность деревень, неэффективность возов и всё прочее. Русофобия налицо. Спасибо. Это был не вопрос о высказывании, я только коротко замечу, что формально по действующему закону у нас образование – это воспитание и обучение. Воспитание даже стоит на первом месте. По факту, конечно, воспитание из школы в значительной степени ушло, в решающей степени. И, кстати, мы говорили о едином государственном экзамене. Один из пороков единого государственного экзамена заключается в том, что он ещё больше вымывает из школы воспитания. Объясню, почему. Воспитание ведь это, прежде всего, неназидательные проповеди. Воспитание – это, прежде всего, воздействие на душу ребёнка. У нас… Какие предметы могут воздействовать на душу ребёнка? История, конечно, да, общество знания, конечно, но прежде всего великая русская литература, без преувеличения, без квасного патриотизма великая русская литература, признана во всём мире. Но что делает ЕГЭ с великой русской литературой? Когда-то моя любимая учительница литературы, Валерия Александровна, повторяла, что литература – это не учебный предмет, это воспитание души. Если вы готовите своих детей к ЕГЭ, вы занимаетесь чем угодно, только не воспитанием души, потому что вы вынуждены натаскивать их на знание каких-то фактов или на… Как зовут лошадь. Как зовут лошадь, какого цвета были глаза у Татьяны Лариной, или в лучшем случае на знание художественных приёмов, которые, наверное, нужны литературоведам. Но я вот грешный, ещё ямп от хоррея отличу, а насчёт анаписной или амфибрахии я уже затруднюсь, и ничего живу, зато я готов посоревноваться в любви к поэзии и знания стихов с большинством из современных выпускников школы, понимаете? Так вот, действительно, нам, безусловно, нужно возвращать в нашу школу наши лучшие отечественные традиции и до советские, кстати сказать, советские. В советской школе воспитание тоже было на одном из первых мест без всякого сомнения. Ещё звонок у нас, пожалуйста, говорите. Доброе утро. Здравствуйте. Это Краснодар Людмила Николаевна. Да, Людмила Николаевна. Глубоко уважаемый Олег Николаевич, не о каждом депутате в нашей Думе можно сказать, что он личность в истории Государственной Думы. А вас, я полагаю, с полной уверенностью можно сказать, что вы светлая личность в органах государственной власти, и ваша роль должна быть оценена по заслугам. А теперь к сути моего вопроса. Олег Николаевич, вчера я очень-очень расстроилась, когда из новостей узнала, что по всей стране были изгнаны учителя из школ, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за различные правонарушения, которые они совершили 20, 30, а то и 40 лет тому назад. Этот вопрос сейчас на рассмотрении в Конституционном суде. И так как я на стороне этих изгнанных учителей, чья судимость уже давно погашена, расправу над ними я расцениваю как акт инквизиционного или репрессивного, так сказать, преследования, который позволяет с крайней жестокостью преследовать вполне сегодня добропорядочных людей. А если еще учесть, то, что, как говорят ваши депутаты, что человек, который вышел сегодня из дома и не совершил никакого преступления, может оказаться в местах не столь отдаленных, и если учесть, как работают сегодня наши правоохранительные органы, то как вы относитесь к этому массовому изгнанию людей, которые совершили какие-то правонарушения 20, 30, 40 лет тому назад, и не является ли это акт эти репрессии, эта инквизиция, не является ли нарушением статьи 37-й Конституции? Людмила Николаевна, спасибо. Это уже большое выступление. Пожалуйста, чуть короче. Спасибо. Я отвечаю на вопрос, Людмила Николаевна. Во-первых, большое спасибо за комплимент. Это явное привлечение, но все равно приятно. А теперь по сути дела. Людмила Николаевна, абсолютно с вами солидарен. Солидарен вот в какой позиции. Абсолютное большинство учеников Макаренко не смогли бы быть педагогами, а среди них были выдающиеся педагоги. Поэтому первое, закон, конечно, не должен был иметь обратной силы. Это общее правило. И второе. Как раз сегодня мы в государственной анатомии обсуждаем так называемый сопровождающий закон, закон о образовании, и мы предлагаем к этому закону поправку. Смысл поправки такой. Значит, понятно, что если человек совершил правонарушение, связанное с насилием или против половой неприкосновенности ребёнка, попросту говоря, если он замешан в педофилии. Понятно, что если человек совершил особо тяжкое преступление, да, это одна ситуация. Но мы предлагаем ровно этими статьями и ограничить возможность, что называется, запрета на профессии. Что касается других правонарушений, мы считаем, что это чрезмерно, тем более, когда речь идёт о правонарушениях, совершённых не весь, сколько времени назад. Не знаю, как проголосует Государственное Дума, пока наша поправка находится в таблице отклонённых, но я что смогу сделать для того, чтобы ситуация была исправлена. Ну, попросту говоря, пришёл на Болотную площадь или вышел на демонстрацию, тебя схватили, там привлекли, ты потом не можешь быть учителем. Ну, естественно. Да мало ли, бывают ситуации, например, человек, самозащита, превышение необходимой обороны. А что такое превышение необходимой обороны, на самом деле никто не знает. Потому что это субъективная вещь. Тебя хотели убить, ты сопротивлялся и убил того, кто хотел тебя убить. Это превышение или не превышение? Пойди-ка определить. У нас ещё звонок, пожалуйста, говорите. Алло, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий Васильевич, ведущий, Олег Николаевич, у меня к вам, собственно, два вопроса. Первый вопрос. Учитывая то, что многие люди обеспечены, занимающие высокое положение в России, в иерархии, то они, соответственно, обучают своих детей, внуков в западных университетах лучших. Даже в военных академиях депутаты из Единой России своих детей обучают. То есть, соответственно, они уже будут генералами, может быть, здесь или там. Это первый вопрос. И, соответственно, в связи с этим, какой резон власть имущим здесь делать образование такого же уровня, как на Западе, или хотя бы такое, как было в Российской империи, а в советском образовании уже, как говорится, мечтать даже и нельзя. И второй вопрос, соответственно, а какое нужно образование, учитывая то, что образование имеет смысл, когда есть определенная экономика. Когда экономика рассчитана на 10 миллионов человек, потому что, напомню, что 15 миллионов было для Советского Союза. Я думаю, здесь 10 миллионов останутся жить. То какое здесь нужно образование? Откручивать, закручивать гайки и все. Леонид Ильич, отвечаю на ваши вопросы по пунктам. Первое, что касается образования за рубежом. Сравнительно недавно Государственная Дума обсуждала очередной законопроект, связанный с ограничениями для депутатов и госчиновников. Кстати, забавно, счета иметь нельзя, а недвижимость – пожалуйста. То есть, ты можешь иметь за рубежом, например, замок, но при этом финансировать его наличкой, поскольку счет иметь нельзя. Шутки шутками. Но я предлагал поправку к этому закону, смысл, который заключался в том, чтобы как минимум школьное образование государственные чиновники, депутаты парламентов обязаны были давать своим детям в своей стране. И не потому, что мне жалко, что кто-то поучится за рубежом. Просто если ты учишь ребенка в своей стране, ты лучше понимаешь, что происходит в этой самой системе образования. И плюс я предлагал вообще взять на себя моральное обязательство депутатам, поскольку речет о совершеннолетних детях, чтобы первое высшее образование тоже было обязательно в своей стране. Мне сказали, что я нарушаю права человека. Хотя я не вижу, в чем нарушаются чьи-либо права. Но мой сын учился и в школе, и первое высшее образование получал в России. И, кстати, второе. По совмещенной программе тоже в российском ВУЗе программа была совмещена с Британским университетом. По-моему, совершенно нормальная схема. У нас еще звонок. Пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Ну, пока человек собирается с мыслями. Олег Николаевич. Из Орла, Иван Егорович. Олег Николаевич, я сам тоже когда-то в свое время закончил школу слепых и слепых детей. Голковскую. Скажите, пожалуйста, какова судьба, вообще, предполагается состояние школ слепых детей? Понятно. Спасибо. Иван Егорович, ситуация такая. Как известно, Россия ратифицировала Международную ООНовскую Конвенцию о правах инвалидов, которая предлагает курс на развитие инклюзивного образования, то есть совместного обучения детей с инвалидностью и детей без инвалидности. Это первое. Второе. В законе об образовании, в принципе, написана правильная идея о том, что право на выбор, где учить своих детей в обычной или в специальной школе принадлежит родителям. Третье. Тем не менее, мы постоянно получаем обращения, и сейчас основной поток обращений связан с темой закрытия специальных коррекционных школ. Мы недавно, а именно 7 июня проводили в Государственной доме специальный круглый стол. Проводился он экспертным советом по коррекционному инклюзивному образованию при поддержке фракции Компартии Российской Федерации и движением образования для всех. Соответственно, по этой теме полный зал, малый зал Государственной Думы, такое бывает нечасто, и основная тревога людей, связанная с тем, чтобы идея инклюзивного образования не профанировалась и не превращалась в идею закрытия специальных коррекционных школ. Вот это вот очень серьёзная тема. Я сам закончил специальную коррекционную школу, и когда мне там кто-то на парламентских слушаниях произнёс, что вот это некоторые резервации, я сказал, вы знаете, а я благодарен моей школе, потому что такого качественного образования, по крайней мере, тогда я ни в какой другой школе получить бы не смог, и моя траектория оказалась такая, от специальной школы в инклюзивную жизнь. Она дала мне стартовую площадку, пожизненно благодарен моим учителям и воспитателям. Я думаю, что у Ивана Егоровича аналогичная ситуация, но вот я поняла так, что эти школы закрываются. Значит, ситуация такая, закон этого не требует, действующий закон, но часть региональных руководителей спешат бежать впереди паровозного дыма, начинают закрывать эти школы, надеясь сэкономить на интернатских расходах. Эти школы в основном интернатские. Школы слепых, правда, всё-таки реже закрываются, чаще другие школы. Детей помещают в обычные школы, но создавать для них специальные условия, забывают, поскольку, когда посчитают, окажется, что, может быть, это ещё и дороже, чем коррекционная школа интернатского типа. И вот возникает такая профанация. Понятно, что без специальных условий получить ребёнку с ограниченными возможностями здоровья, тем более с инвалидностью, настоящее образование невозможно. – Ещё звонок у нас, пожалуйста. И только я очень прошу, очень коротко вопросы, потому что звонков много. Пожалуйста, говорите. – Добрый день. – Добрый день. – Татьяна Степановна, я хочу вам низко-низко поклониться за то, что вы пригласили выдающегося современника, человека, который для многих является удивительным образцом стойкости, мужества, гениальности. Он совершенно гениальный человек. Но теперь, Олег Николаевич, я у вас как-то года два назад выступал на вашем комитете. Но важное – нет. Значит, Россия после 1991 года вступила в среду открытой конкуренции по всем вопросам со всеми странами. В том числе идёт острейшая конкуренция языковая. Распространение английского языка, но за счёт информатизации прежде всего захватывает весь мир. Я не говорю там про китайский и так далее, и так далее. Что же делается с нашим русским языком? А ничего. А его надо ведь разумно упрощать. В разумных каких-то границах, вы понимаете? Тем, чтобы он расширялся. Потому что наш язык сегодня русский должен стать основой объединения всех стран бывших СНГ. И, кстати говоря, все преференции должны получить те страны из СНГ, кто вёл его как второй государственный язык. Какая интересная мысль. Спасибо. Я абсолютно с вами согласен и хочу напомнить пару вещей из истории и культуры. Обратите внимание, чем более европейски образованным был тот или другой наш великий писатель или поэт, тем выше он ценил русский язык. Грибоедов, человек, который знал, по-моему, восемь языков, блестяще образованный. Его Чацкий в известном «Горе от ума» говорит, чтобы умный, бодрый наш народ хотя бы по языку нас не считал за немцев. Не потому что немцы плохие, а потому что каждый должен быть самим собой. Или, а вот вам Фёдор Тютчев, знаменитый русский европеец. Ну, европейский, я бы так сказал, универсально образованный, я энциклопедически образованный человек, его текст «Напрасный труд». Нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них – фетиш, но недоступна им её идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признания от Европы, в её глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. То есть, вот такая вот позиция, самую главную прёк Тютчева. Надо понимать идею цивилизации, чтобы вы вошли в цивилизацию, вы должны ведь что-то своё, чтобы дать. Наш язык, наша великая русская литература, повторю ещё раз, это мировое достояние, безусловно. Я разделяю абсолютно вашу тревогу. Я бы вообще на месте журналистов, в особенности ведущих молодёжных телеканалов, взял на себя добровольное обязательство без нужды не употреблять без конца иностранных слов, чтобы умный, бодрый наш народ, хотя по языку их не считал за немцев, за англичан. А как вам идея насчёт преференции, извините за иностранное слово, ну, скажем, преимуществ тем странам, которые русский язык считают государственными? Я считаю, что это, по крайней мере, считают либо вторым государством, либо какая-то другая версия. Я считаю, что это правильная идея. Я сравнительно недавно был в Эстонии, познакомился там с выдающимися, я считаю, по характеру эстонскими депутатами от партии Центра. Вы знаете, за то, что они стремятся защитить возможность образования на русском языке, хотя сами они или эстонцы, или наполовину эстонцы, Михаил Кылвард, Яна Том, их объявили чуть ли не иностранными агентами в Эстонии. Вот уважаю людей с позицией. А знаете, вот совершенно недавно нынешний посол Болгарии в России, Бойко Коцев, сделал следующее. Он защитил кириллицу на евро. Теперь вот на евро будут писать ещё и кириллицей. Вот сейчас выходят новые, будут печататься эти банкноты пятиевровые, и на них уже кириллица. Мне кажется, даже это говорит, ну, вот он защищает кириллицу. Правильно, человек защищает в том числе и свою культуру. Да, да. И он говорит, я защитил не только болгар, но и 140 миллионов россиян, которые тоже будут знать, что их язык представлен. Честь и хвала. Честь и хвала, действительно. У нас звонок, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Олег Николаевич, я бы хотела возвратиться к вопросу об ЕГЭ, который в народе прозвали способом дебилизации всей страны. Вот смотрите, ведущие, учёные, специалисты в своей области выступали против. Я вот читала публикации в «Науке и жизни», и несмотря на это его всё-таки протолкнули. И вот как вы относитесь к такой мысли, это тоже как бы, ну вот, ходят слухи в народе, что это один из способов того, что называли, ну, пристали не вредительством, но только этим занимаются первые лица государства. Понятно, спасибо. Понятно. Ну, в России всегда, в России не всегда можно понять, где кончается безграмотность, тупость, глупость, и начинается заговор, да? Но я напомню, что первые парламентские слушания про ЕГЭ были ещё в 2001 году. И ваш покорный слуга среди других там предупреждал о том, чем это закончится. К сожалению, прогнозы подтвердились. И объективный результат внедрения единого госэкзамена – это, конечно, понижение интеллектуального потенциала нации и творческих способностей. Причём, сторонники ЕГЭ ведь как рассуждают? Я вспоминаю свою дискуссию на одной радиостанции с одним из этих самых сторонников. Он руководил в тот период Московской высшей школы социальных и экономических наук. Я ему говорю, слушайте, почему у вас так? Мой сын заканчивал вашу школу, школа хорошая, по совмещенной программе с Манчестерским университетом, но вы же не заставляли абитуриентов сдавать ЕГЭ, вы давали им творческую работу. Почему вы не хотите другим так сделать? Он говорит, ну что ты путаешь? Одно дело образование элитарное, другое дело массовое. То есть для себя, для себя творческое образование, для остальных… Что останется? Что останется, действительно. А я считаю, что всё образование должно быть высококачественным, поэтому я противник ЕГЭ в его современной форме. Я вспоминаю вашу шутку, такую, знаете, горькую шутку, что, помните, накрыли банду подростков, которая в школе занималась изучением физики, химии и литературы, потому что… Это не совсем шутка, Татьяна Степановна, потому что действительно Андрей Фурсенко утвердил, и, к сожалению, Дмитрий Ливанов солидаризовался с этим стандартом для старшей школы. Я повторю ещё раз для наших слушателей. Стандарт, правда, в обязательном порядке вводится только с 20-го года, но в экспериментальном порядке уже с 13-го, и по этому стандарту можно спокойно закончить школу, получить эти стад зрелости, не изучив ни физики, ни химии, ни биологии, ни литературы как отдельного предмета, ни истории как отдельного предмета. Единственное, что я хочу сказать в успокоении, после нескольких моих очередных выступлений эмоциональных в Государственной Думе мой непосредственный начальник Вячеслав Алексеевич Никонов заявил недавно, второй раз, что он поддерживает предложение провести специальный круглый стол и поправить школьный стандарт. Посмотрим, как пойдёт. Ещё звонок у нас, пожалуйста. Мы вас слушаем, говорите. Ну что? Мы вас не слышим. Убираем звонок. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, если вы дозвонились, очень быстро говорим. Олег Николаевич, лето, время, с одной стороны отдыха, с другой стороны развития, укрепления здоровья, дополнительного образования. Но я знаю, что вы о дополнительном образовании говорите очень много, в основном и для взрослых тоже. Но сейчас об отдыхе. Что у нас вот в этом смысле? Можем ли мы быть удовлетворены тем, как в России дети проводят каникулы? В этом году серьёзные проблемы с финансированием детских лагерей. Произошло следующее. Из бюджета Фонда социального страхования в значительной степени эту тему убрали. Минфин утверждает, что он соответствующие деньги передал регионам. Регионы утверждают, и им я больше верю, что этих денег нет. Долги регионов российскому федеральному бюджету достигают полутора триллионов рублей. То есть Минфин не знает, куда деть деньги. Он их вкладывает в американские ценные бумаги. Регионы не знают, где эти деньги взять. Что касается летнего отдыха, я вообще считаю, что идея лагерей труда и отдыха была прекрасной идеей. К сожалению, из новых наших стандартов чем дальше, тем больше исчезает предмет технология и связанное с этим трудовое воспитание. А между тем умение работать руками – такая же важная вещь, как умение работать головой. Не случайно идея многостороннего развития личности, всегда включала в себя, ну уж точно, и у социалистов, и у марксистов, и вообще у многих здравомыслящих педагогов, включая того же, например, у Шинского, обязательно способность и умение работать руками. Теперь это даже наказывается, по-моему. А у нас конвенция, соответственно… Эксплуатация детей. Эксплуатация детского труда, причём я не понимаю, как её применяют таким образом. На самом деле, я думаю, что трудовые отношения возникают там, где есть обязательно трудовой договор, заработная плата, а когда ребята работают на школьном участке или на субботнике, или где-то ещё, ничего плохого я в этом не вижу. Кстати сказать, если в летние месяцы ребёнок заключил и трудовой договор, и немножко поработал где-нибудь там в экологических организациях, на приведении в порядок наших парков, лесов, берегов рек, да мало ли что тут возможно, опять же, и немножко заработал денег, ничего кроме хорошего я в этом не вижу. Ещё звонок, пожалуйста, говорите. Алло. Да, мы вас слушаем. Извините, это опять Ольга Олеговна, у меня второй вопрос. Хотела спросить вообще вот по поводу личности министра образования нынешнего и не повторяется ли ситуация, как была вот с экс-министром обороны, кто на какое отношение имеет к образованию? Дмитрий Ливанов к образованию и науке, конечно, имеет отношение. Я просто хотел обратить внимание наших слушателей вот на что претензии к министру образования и науки высказали все четыре фракции Государственной Думы, но высказали по-разному. Фракция «Единая Россия» и ЛДПР в основном были недовольны той борьбой с плагиатом, которая разворачивалась в Министерстве образования и закончилась увольнением замминистра Игоря Федюкина, плюс ещё недовольство мониторингом. Что касается фракций КПРФ и «Справедливая Россия», их недовольство гораздо шире и относится не столько даже к личности министра, сколько к общему курсу образовательной политики правительства. Я напомню, закон о образовании, вступающий в силу с 1 сентября, позволяет в пять раз повысить плату за детские сады и в 20 раз плату за общежитие для студентов. Про мониторинг мы говорили, про стандарт школьный мы говорили, который позволяет фактически ликвидировать систему общего школьного образования. Но есть ещё такая штука, которая называется «дорожная карта». Я в Государственной Думе назвал её «дорожной картой палёного образования». Эта дорожная карта, утверждённая правительством 30 декабря прошлого года, предусматривает в частности, что количество детей и студентов в расчёте на одного учителя или преподавателя должно расти, и, соответственно, к 2018 году должны быть уволены порядка 90 тысяч наших учителей и порядка 40% всех вузовских преподавателей. Вообще-то Владимир Путин заявил, что нам нужно создавать новые высокотехнологичные рабочие места, высококвалифицированные. Разве работа учителя или преподавателя – это не высококвалифицированное рабочее место? Разве не упадёт дальше интеллектуальный потенциал страны, если пачками, извиняюсь за непарламентское выражение, будут увольнять учителей и преподавателей? Мы считаем это недопустимо. А вот ещё, мы сейчас заговорили о высокотехнологичной такой деятельности. Вот посмотрите, с одной стороны мы говорим, что у нас не хватает высококвалифицированных рабочих, а с другой стороны вот есть ли это подготовка или нет? Новый закон о образовании ликвидирует как особый уровень начальное профессиональное образование. Правда, пока в переходных положениях написано, что всё это начальное профессиональное образование будет объявлено средним профессиональным образованием, то есть образование тоже, а название вроде поменяли, даже повысили. Но дальше в этом законе написано, что правительство будет определять те специальности, по которым требуется это самое среднее профессиональное образование, и будет определять те специальности, по которым достаточно так называемого профессионального обучения, то есть дрессировки без серьёзного образования. Наш прогноз, кстати, это не только мой прогноз, он совпадает с прогнозом Ассоциации, скажем, металлургической промышленности и машиностроителей Российской Федерации, он совпадает с прогнозом целого ряда структур Газпрома, вы будете, может быть, удивлены. Прогноз заключается в следующем. Правительство, скорее всего, ограничит количество рабочих специальностей, по которому требуется настоящее образование, и переведёт их на профессиональное обучение в целях экономии денег. И тогда, опять же, уровень квалификации наших рабочих скорее не повысится, а понизится. Я что-то не понимаю, Олег Николаевич, почему правительство, ну, предположим, априори, что там умные люди, ну, предположим, почему один человек может решать за всю страну, и почему нет никакой системы, серьёзной системы противодействия этим решениям? Вот как это так получается? Татьяна, значит, во-первых, вы помните, наверное, высказывание Звонецкого. Будет ли так поступать нормальный человек? Нормальный не будет, а умный будет. Поэтому, повторю ещё раз, здесь очень чётко прослеживается идеология, согласно которой образование – это бремя государства, именно так назывался доклад, подготовленный когда-то под руководством Евгения Ясина, бремя государства, и, соответственно, деньги на образование нужно сокращать. Мы придерживаемся прямо противоположной… А что же сам Ясин-то получает? Ну, не получает. Татьяна Степановна, одно дело, деньги должны быть, но тельки для себя, как сказали бы братья-украинцы. Вот, мы придерживаемся противоположной точки зрения. Вложение в образование – это не траты государства, это вложение в будущее. Инвестиции самые выгодные, которые только можно себе представить. Поэтому здесь, я думаю, что вряд ли глупость, скорее сознательное стремление любой ценой сэкономить деньги. Мы сейчас подходим, у нас всего осталось две минуты, больше звонки не принимаем, это уж давайте до следующего раза оставим ваши вопросы, дорогие радиослушатели. Олег Николаевич, вот сейчас Москва вступает в очередной период выборов. И что в этом смысле можно сказать? Ну, почему? Ведь политика всегда, политика – концентрированное выражение экономики, мы знаем это. Так вот, можно ли сказать, что те, кто придут, они сделают в Москве что-то такое прорывное в том числе в области образования? Вы знаете, конечно, провести нормальную избирательную кампанию летом в достаточном времени практически невозможно, это комедия. Но, понимаете… Но если кто-то задумал это? Мы, естественно, для того, чтобы создать преимущество для действующей власти, тем более, похоже, что экономика вступает в период стагнации, и социальное напряжение будет расти. Похоже. Я никогда не действую по принципу «чем хуже, тем лучше», но просто это прогнозы серьёзных экономистов. Похоже, что основным реальным кандидатом от оппозиции на этих выборов становится Иван Мельников, соответственно, первый зампред Государственной Думы и один из лидеров фракции Компартии Российской Федерации. Я просто хорошо знаю близко этого человека, я человек беспартийный, но под руководством Ивана Ивановича мне довелось работать в 1996-2002 году. Он был председателем Комитета по образованию и науке, а я, соответственно, зампредом. Я вам должен сказать, что это, конечно, настоящий российский интеллигент в лучшем смысле этого слова. Это не случайно профессор Московского университета, это человек современно мыслящий, сверх всего прочего, это человек, который умеет руководить. Знаете, когда начальник тебе не мешает работать, это прекрасно, когда помогает – здорово. Понятно. Олег Николаевич, ну вот мы бы могли еще очень долго говорить, и я вижу, что вопросов очень много, звонков очень много, но все время в наше стекло. Пожелания традиционные, хорошего вам правительства в России и в Москве. Ну, вам здоровья, еще раз поздравляю с присуждением, будем считать, что высокого звания. Спасибо. Спасибо. Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей передаче работал Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы. В скольких созывах? Шести? Депутат семи российских парламентов. Семи парламентов. И, между прочим, по одномандатному округу. Пять раз по одномандатному. Пять раз. Пока были одномандатные, был по одномандатному. А вы не внесены в Книгу рекордов Гиннеса? Ну, есть у меня такое свидетельство, что Книги русские рекорды. Понятно. Спасибо вам и спасибо всем, кто был этот час вместе с нами. Всего доброго. До свидания. Народный интерес